Здравствуйте, меня зовут Елена Коваленко. Я эксперт в области продвижения бизнеса MLM. И сегодня та тема, которая нужна абсолютно всем, кто приходит в бизнес, любой вид бизнеса. Это тема переговоры. Итак, к вам пришел человек, к вам пришел потенциальный партнер. Что же делать, как с ним общаться, как выявить его потребности? Все вы услышите в этой теме. Итак, смотрим. Итак, тема переговоры. Секреты рекрутинга. Как же мы можем заработать наши деньги? Мы можем зарабатывать их долго, а можем зарабатывать их быстро. Так вот, мы научим вас, как делать это быстро. Какие есть способы, которые приносят нам быстрые деньги в этом бизнесе? Их всего два. Рекрутинг онлайн, когда вы используете интернет, соцсети и так далее. И рекрутинг офлайн, когда вы идете в люди и рассказываете о бизнесе людям. Мы рекомендуем, настоятельно рекомендуем использовать два этих метода. Но вы, конечно же, сами, как предприниматели, можете выбирать то, что нравится вам. Хочу сказать вам одну прекрасную фразу, с которой начинается любой бизнес. Научись продавать один раз и будешь богат всю свою жизнь. Ведь мы продаем не обязательно какие-то товары, которые можно пощупать. Любой бизнесмен всегда что-то продает. Продает свои знания, продает свои умения. Ну и, конечно же, это может касаться и товара. Так вот, в нашем бизнесе ваша основа научиться продавать бизнес. А продавать товар это уже второстепенно. Но запомните еще одну фразу, которая тоже поможет вам активно и плодотворно работать. Не надо продавать, начни помогать. Поверьте, если вы смотрите на человека, как на денежный кошелек, который может дать вам деньги за то, что вы ему продаете. Человек это чувствует. И у него автоматически, непроизвольно становится стена. Такой невидимый барьер психологический, который отталкивает его и не может никак вас сблизить. А если вы начнете от чистого сердца предлагать этот бизнес для того, чтобы помочь человеку, предлагать наш продукт для того, чтобы сделать его жизнь безопасной, и именно с этими мотивами вы будете обращаться к человеку, то это будет работать совершенно по-другому. На интуитивном уровне человек это поймет и вас услышит. И у вас будут намного лучшие результаты. Какие же четыре шага к тому, чтобы осуществить продажу бизнеса или продажу товара? Итак, первый шаг – быть вовлеченным в себя. Второй шаг – выстроить отношения, погрузиться в человека. Третий шаг – закрыть потребности, показать перспективы и возможности бизнеса. Закрытие сделки – это четвертый шаг. И регистрация в проект – это то, для чего вы сюда пришли. Ну и давайте рассмотрим эти шаги подробнее. Итак, самый первый шаг, без которого очень сложно работать – быть вовлеченным в себя. Что же это означает? Когда вы человеку что-то рассказываете, что-то хотите продать, в первую очередь, как бы это ни смешно звучало, вы продаете себя, свою экспертность, свою ценность. Человек, чтобы прийти к вам в команду, прийти к вам в бизнес, стать вашим партнером, он должен это увидеть. Если он не видит в вас ничего ценного, если вы сами себя не любите, сами себя не уважаете, сами себе не можете определить экспертность, то поверьте, человек точно так же это увидит, отзеркалит и он просто не пойдет к вам в бизнес. Поэтому нужно знать свою ценность, понимать, в чем вы мудры, в чем вы умны, какими знаниями вы обладаете. И все это показывать человеку, показывать постоянно, когда вы приглашаете его в бизнес, когда рассказываете о бизнесе каким-либо образом. Все время нужно помнить, что у вас есть определенная ценность, ее нужно будет, конечно же, выявить, в чем же вы эксперт. Следующее, работаем над собой, обучение, саморазвитие. Поверьте, если вы не обучаетесь, если постоянного саморазвития у вас в жизни нет, то люди к вам идти не будут. Или к вам будут идти такие же люди, которые совершенно не хотят развиваться, обучаться, а соответственно роста ни в бизнесе, ни в личных отношениях у вас не будет. Поэтому все это взаимосвязано. Обязательно обучайтесь каждый день, развивайтесь, выходите на новый уровень и люди к вам будут приходить. Все лучше, качественнее партнеры будут у вас, действительно те, которых вы достойны. Тренируемся и практикуемся. Мало того, что нужно обучаться, нельзя никогда забывать, что на этом не заканчивается процесс, который ведет к хорошим заработкам и качественной жизни. Нужно еще тренироваться и практиковаться. Обязательно все, что вы изучаете, нужно превращать в жизнь, пробовать и тренироваться. Так же, как и над этим вебинаром. Потом обязательно будут домашние задания и тренировка. Итак, вы узнали свою цену, вы обучаетесь, вы развиваетесь, вы рассказываете об этом людям. Люди чувствуют, что вы качественный партнер и уже согласны слушать вас дальше. Второе, нужно обязательно выстроить отношения с каждым человеком. Каким же образом это надо сделать? Погрузитесь в человека, наладьте с ним контакт. Ведь запомните еще одно прекрасное правило. Если человек согласился на встречу, неважно где эта встреча, это живая встреча или же это встреча онлайн, то сделка уже имеет все шансы произойти. Запомните это на всю свою жизнь. У вас уже есть шанс. Что же означает погрузиться в человека? Ни в коем случае не манипуляция. Да, манипуляция изначально может дать результат. Когда вы используете человека в корыстных целях. Но это будет краткосрочный результат. И поверьте, он в итоге всегда будет со знаком минус. Человек это в итоге почувствует, увидит и поймет, что вы его просто использовали. Нужно вовлечь человека. Вот это долгосрочный результат со знаком плюс. Именно вовлеченный в вас, в бизнес, качественно вовлеченный человек, который понимает, что вы ему действительно хотите помочь, а не заработать с него. На самом деле, заработок идет как второстепенно. Так вот, этот человек надолго останется вашим партнером. Поверьте. И будет дуплицировать вас. И делать так же со своими людьми. И от этого построится хорошая, большая, дружная команда. Что же любят люди? Люди любят комплименты. Не скупитесь на комплименты. Сделайте комплимент действительно искренне. Если вы видите, что человек в чем-то вам понравился, почему бы нет? Кстати, многие задают вопрос, а как это сделать онлайн? Я же не знаю этого человека лично. Вы можете посмотреть его страничку и увидеть много плюсов. Вам понравился его пост? Расскажите, как вы это чувствуете. Вам понравился человек внешне? Понравился его ребенок? Расскажите ему, сделайте комплимент. Это первая такая дорожка к расположению к себе. И она положительная, со знаком плюс. Задавайте вопросы. Именно в этой части рекрутинга нужно меньше говорить, но больше слушать. Люди привыкли, что их не слушают. Так вот, покажите, что человек вам интересен. Что вам интересно, чем он живет. Чем он дышит. Что бы он хотел в этой жизни получить. Задавайте вопросы и слушайте. И помните, у вас в голове всегда должна быть цель улучшить качество жизни этого человека. Зачеркните доллар в глазах. И посмотрите, как вы можете помочь этому человеку. И соответственно от этого задавайте ему свои вопросы. Затем нам нужно выявить потребности оппонента. Мы растворяемся в человеке и слышим его потребности. Мы уже задали ему вопросы. Мы понимаем, что ему нужно. Услышьте. Например, человек вам говорит о том, что у него сейчас очень сложное финансовое состояние. И поэтому он не может что-то дать своему ребенку. Например, купить ему велосипед хороший. Так вот, вот это и есть его потребность. Стать счастливым от того, что его ребенок будет счастлив. И вы можете с помощью бизнеса удовлетворить эту потребность. Или допустим, человек не самореализованный. Он бы хотел быть кем-то, хотел бы вести за собой людей. А в жизни у него это не получилось. Так вот, наш бизнес может это дать. Как? Расскажу дальше. Вы знаете, абсолютно у каждого человека, я хочу это подчеркнуть, у каждого есть 6 потребностей, которые в той или иной степени у каждого превалируют. И вам нужно их знать, прямо на зубок вам нужно их знать, чтобы понимать, что если вы удовлетворите эти потребности, то человек будет счастлив, вы сделаете счастливым его, и соответственно будете счастливы сами. Потому что ваш партнер будет находить именно то в этом бизнесе, что ему нужно. У кого-то одни потребности выделены ярче, у кого-то меньше, в меньшей степени. Но они есть абсолютно все, абсолютно у каждого. Итак, первая потребность – это определенность в завтрашнем дне. В принципе, человек всегда хочет чувствовать стабильность, знать, что его ждет через год, через два, через три. Особенно это люди, которые уже немножечко пожили на этом свете. То есть, например, я знаю точно, что я хочу. Мне жить на пенсию, мне нужна качественная старость, чтобы я не ходила и не просила у своих детей, да, помогите мне. Например, для меня это важно. Я не хочу жить на пенсию. Я хочу качественно жить, путешествовать, как это делают пенсионеры многих стран. Я хочу знать, что, если не заглядывать в такое далекое будущее, я хочу знать, что у меня будет, допустим, через год автомобиль определенной марки. Я хочу знать, что у моей семьи будет дом. Я хочу знать, что я буду путешествовать как минимум один раз в три месяца. И именно вы могли бы закрыть мою потребность этим бизнесом. Вторая потребность, которая противоречит первой потребности, но все же она существует – неопределенность. Что такое неопределенность? Это когда человек не хочет постоянно знать, что будет происходить. Он хочет какие-то сюрпризы, приключения, какие-то интересные моменты. Я, например, в этом бизнесе нашла эти интересные моменты. Начиная от того, что нам постоянно предлагают какие-то новые интересные акции, которые удивляют меня, приносят мне эмоциональный всплеск. И заканчивая тем, что я никогда не знаю, на какой, например, уровень я выйду точно, определенно в этом месяце. И наш бизнес дает очень много таких сюрпризов, приключений. И приключения также ждут меня, например, в поездках, которые я получаю от компании. И так далее и тому подобное. Третья потребность – это очень ярко выражено у каждого человека. Так вот, тоже выявите, насколько сильна она в вашем оппоненте, в человеке, с которым вы общаетесь. Третья потребность – делать важное дело, помогать другим, зарабатывать, изменять качество жизни. Лозунг этой потребности – я важен, я нужен. Вы знаете, для меня это очень важно. Я понимаю, что до этого бизнеса я, например, не жила полноценно. Потому что столько слов благодарности от партнеров своих я никогда в жизни не чувствовала. Вообще от людей такого количества слов благодарности. И когда я вижу, что человек, который стал моим партнером, как поменялась его жизнь, сколько он теперь может себе позволить, как он здесь самореализовывается, я получаю огромное удовольствие. У меня эта потребность тоже очень ярко выражена. И эту потребность тоже вы можете удовлетворить для своего партнера. Особенно, если она у него действительно выражена достаточно ярко. Четвертая потребность – связь с коллегами, партнерами. Лозунг «Я люблю и любим». И слово «признание» – это то, что, опять же, характеризует эту потребность. Не знаю, как у вас, но у меня, например, и эта потребность очень ярко выражена. Как оказалось, может быть, в начале я этого и не знала, но сейчас я не могу, допустим, прожить день, если я с утра не пообщаюсь со своей командой, со своими партнерами. Если я не услышу каких-то слов приятных от них и не выражу им свои слова любви и благодарности. Признание, признание компании, признание руководством – вот это всё, опять же, у человека очень сильно, может быть, ярко выражено. Пятое – это желание постоянно расти. Лучше одеваться, кушать, путешествовать и так далее. Тоже очень ярко выраженное желание, особенно у лидеров. Да, я себя, например, считаю очень амбициозным человеком, и я всё время хочу улучшать своё качество жизни. Может быть, когда-то мне было это не так важно, но сейчас очень. Путешествия для меня – это всё, например. Постоянно ходить в какие-то места красивые, в рестораны, посещать новые какие-то места – это всё тоже для меня очень ярко выражено. Дать то же самое своим детям. Поэтому эту потребность нужно обязательно учесть. И шестая потребность – это отдавание, помощь другим, исходя из собственного изобилия. Когда мы бедны финансово, мы не можем помочь другим, так же, как и когда мы бедны духовно. Но именно этот бизнес даёт рост постоянный, даёт богатство, как финансовое, так и духовное. И я, например, знаю, что на данный момент я становлюсь богаче и финансово, и духовно в этом бизнесе, и помогаю другим людям, потому что могу это сделать. Я говорю про благотворительность, я говорю про обучение других и про полезные советы. То есть я отдаю то, что приобрела со временем, отдаю другим людям. И, соответственно, получаю потом поток энергии ещё намного больше, да, в виде каких-то тоже благ. Поэтому, так же, эту потребность стоит выявить, если она у какого-то человека, она может быть очень острой. Смотрите, наш продукт, он может удовлетворить полностью потребности, все шесть потребностей этих людей. Я на своём примере показала как. Но давайте подумаем более тщательно, как это сделать. Продавать нужно не продукт, а возможности улучшить свою жизнь, здоровье, финансы, счастье в семье и так далее. Рассказать, что бизнес основан на личном потреблении и очень важную роль играет наш продукт. Это действительно так. Важно изучить аккаунт человека, немножко узнать его. Узнать, что это за человек, вам легче будет выявлять его потребности. И, конечно же, нужно ему задать вопросы. Что по продукту? Например, у вас есть дети? Если у человека есть дети, вы выясняете, допустим, каким образом вы бы хотели улучшить состояние ребёнка. Может быть, у него есть какие-то проблемы с волосами, с кожей и так далее. И с помощью нашей детской серии дать им ответ. Утолить вот эту боль, которая есть у человека, так как у его ребёнка, например, некачественный шампунь или что-то подобное, да, или какие-то кожные высыпания. И с помощью нашей детской серии можно удовлетворить эту потребность человека, убрать проблему. Если в случае, например, наших БАДов, витаминных комплексов, вы хотите улучшить здоровье и узнать вообще, какие моменты у человека. Может быть, у него, допустим, с волосами проблемы, опять же, можно предложить наш БАД, который улучшает эту проблему. Точнее, устраняет эту проблему, улучшает состояние. По поводу бизнеса. Интересно ли вам пользоваться продуктом и тем самым улучшать финансы, да, то есть продуктом пользуются и автоматически человек ещё и получает деньги за это. Кроме денег, много других привилегий, да, автопрограммы, круизы, поездки, признания и всё остальное. То есть, вот такие наводящие вопросы. И обязательно нужно всегда приводить свои примеры, потому что, если вы не приводите пример себя, человек вам так не может доверять. Не забывайте это делать. Приводите, пожалуйста, свои примеры. Ну и уже человек готов к тому, чтобы вы построили с ним этот бизнес-мост. Вы задали много вопросов, а теперь вам нужно говорить. Говорите, говорить, а человек уже потом будет задавать постепенно свои вопросы. Пример того, как можно обратиться к человеку. А теперь я покажу тебе, как ты сможешь делать бизнес удалённо, с полного нуля, не отрываясь от своего дела. Давай поговорим о деньгах. Ради каких денег ты хотел бы поработать? И человек вам отвечает на этот вопрос, и приблизительно понимаете, на какую сумму он рассчитывает. Вы можете дать ему уже ответ на этот вопрос. Вы понимаете, как просчитать ему тот или иной доход. Вам, естественно, может помочь в этом спонсор. И вы просчитываете в итоге, через какое время он выходит на этот результат. Приблизительно можете сразу сказать. Например, человек говорит, я хочу 20 тысяч. Ты знаешь, ты можешь спокойно выйти на 20 тысяч со 2-3 месяца, так как это делают у нас в команде. У нас есть примеры, у нас есть люди, показываете, допустим, скрины зарплат, что люди действительно зарабатывают. Вы можете сделать скрин в чате, где человек скидывает. Я вот заработал на третий месяц, допустим, уже 30 тысяч. И вы говорите о том, что тут это можно сделать. Пожалуйста, будем к этому идти, будем к этому стремиться. Давай поговорим с тобой о деньгах. Ради каких денег ты бы хотел поработать? Вы услышали, ты ведь пользуешься мобильным телефоном. А как тебе идея еще и зарабатывать на этом? И вы рассказываете о том, что вы раньше сами, допустим, играли там в игры, переписывались с друзьями на всякую ерундовую тему, да, ковырялись в новостях, новостных лентах, когда за это, естественно, деньги не получали. А тут процесс, в принципе, аналогичный, да, и можно получать такие хорошие деньги. Все это вы тоже рассказываете, и свой пример приводите, и пример других людей. А теперь будут такие моменты, да, когда вы понимаете, что человек, например, не может понять, а чем хуже, допустим, линейный бизнес, чем хуже наемный труд, смарт-бизнес, точнее смарт-бизнес, это следующий уже этап. Результаты команды вам надо будет показать, основные преимущества акции и обширность целевой аудитории. То есть это все плюсы, которые вы покажете человеку, благодаря чему он все-таки утвердится, что да, этот бизнес ему интересен. И немножечко я о каждом расскажу. Вот, например, он скажет, ну, не знаю, может быть мне открыть все-таки линейный бизнес, какой-то там, к примеру, кафешку, да, есть у него такая возможность. А вы рассказываете, смотри, во-первых, тебе нужны будут большие вложения в оборудование, в товары, да, можете даже приблизительно просчитать человеку, если уже у вас такой разговор зашел, сколько, посмотри, сколько стоит аренда, сколько стоит оборудование, да, на какое количество закупить товары, там, допустим, если это какой-то магазин конкретно. Работайте в жестких временных рамках. То есть человек открыл такой бизнес, он, естественно, должен встать в 6 утра, поехать в тот магазин, там, к 8, подготовиться, в 9 он открывается и так далее. Так он будет работать очень долго, пока, допустим, все это не устаканится и не начнутся первые доходы. Вы не можете быть мобильным, естественно, да, то есть вы привязаны к конкретному месту. Тут никуда не деться, потому что если человек не будет присутствовать постоянно, да, у меня есть партнер, у которого детская комната своя, и она туда ходит и присутствует там целыми днями, она не может оставить и доверить никому. И есть определенный момент усталости от этого, то есть не поехать, не отдохнуть, ничего. Понадобятся годы, чтобы окупить вложение капитала. Я знаю очень много бизнесменов, которые вкладывают и начинают получать доход через год, есть которые через 5 лет, да, ну то есть а жизнь течет, жизнь идет, хочется как бы жить уже сегодня, а не вкладывать и получать через какие-то годы. И неизвестно, окупится или нет, на самом деле, это тоже большой риск. Необходимо вести учет и отчет, то есть это бухгалтерия, это товароведение, это деньги вложены, это программы и так далее и тому подобное. Наемный труд, да, ты ходишь, зарабатываешь стабильную зарплату и исполняешь чужую мечту. На самом деле, да, кто-то на тебя нанял, чтобы стать богаче, чтобы заработать себе на ту же пенсию, а ты исполняешь эту мечту человека и получаешь этот целый, ну, можно сказать, что 2 трети твоей жизни проходит на исполнение чужой мечты. Цели ставят тебе другие люди, то есть ты не можешь свою цель и мечту осуществить, за тебя это делают другие люди. Они тобой, ну, грубо говоря, не то что манипулируют, да, манипуляция эта идет вынужденная, но они говорят, и ты делаешь то, что тебе говорят. По-другому быть здесь не может. Ты должен присутствовать на работе, даже когда работы нет. То есть твое время тратится очень зачастую полностью. Ты не реализуешь собственные цели. И вот это, конечно, очень печально, потому что твоя жизнь проходит бесцельно. А если у человека нет какой-то цели, которую он действительно понимает, что он может добиться, самореализоваться, как в этом бизнесе, я действительно поставила себе цель 1 миллион евро, который дает наша компания. И я знаю, что я к этому приду, если я буду трудиться, но я приду к миллиону, а не приду к пенсии в 10 тысяч. Ты приносишь пользу начальнику, а уже он приносит пользу клиенту. То есть эта потребность тоже не удовлетворена быть полезным людям на самом деле, потому что это начальник дает клиенту пользу, дает пользу от продукта и так далее. Ты являешься лишь инструментом. Твой источник дохода один человек. Если у вас с ним испортится отношение, дохода не будет. То есть мы должны тупо повиноваться тому, что говорит твой директор, твой хозяин. И зачастую директора и хозяева этим манипулируют очень жестко и уже перестают даже по-человечески относиться. Ты не используешь время своей жизни на максимум. Конечно, потому что ты его тратишь на такую вот работу. Ты не управляешь собственным графиком однозначно, и тебя окружают такие же люди. Наш бизнес можно назвать смарт-бизнесом. Ну, здесь ты можешь вместить несколько видов бизнеса. Например, первое – это традиционный. Когда ты просто закупаешь у компании товар, ставишь наценку 50% и перепродаешь. Кто-то занимается этим бизнесом у нас и зарабатывает здесь и сейчас быстрые деньги. Хорошая торговая наценка. Экомагазины, склады – более 100% прибыли. Есть у нас отдельный вебинар по экомагазинам, в котором вы можете узнать подробнее. Это уже линейный бизнес, который, пожалуйста, нашей компании тоже можно применять. Это вторая уже возможность. И третья возможность, которую, я считаю, нужно ставить в приоритете – это выстраивание дилерской сети. В чем же огромный плюс? Вот смотрите, у нас в сутках 24 часа. Из них 6 мы используем на бизнес. То есть, ты один можешь использовать только 6 часов. Когда ты строишь команду из 10 человек, то ты увеличиваешь результат до 60 часов. То есть, смысл этого бизнеса – ты используешь не только 100% своих усилий, а 100% усилий других людей равные, распределенно. У тебя команда, и вы все вместе зарабатываете эти деньги. То есть, даже если у тебя случаются временные трудности, ты не можешь тратить эти 6 часов на бизнес. Команда твоя все равно работает, и все равно идут хорошие результаты, и тебе это приносит, естественно, прибыль, и твоим партнерам. Это классный бизнес. И давайте еще обязательно расскажем людям о 16 преимуществах нашего проекта. Итак, первое. Сам управляешь графиком жизни и приоритетами. Цели жизни и методы достижения сам выбираешь. Основная часть, активная часть трудового дня проходит в кругу единомышленников и семьи. Независимость и индивидуальность – это твой конек. Свободное распоряжение времени. Вести бизнес можно с любой точки мира. Источники дохода множественные. Я вам показывала, сколько источников дохода. Что, естественно, надежнее. Больше свободного времени, образование, личностный рост. Бизнес в кармане. То есть, можно телефон носить с собой, заниматься этим бизнесом. Постребованный продукт. Запомните, для женщин косметика всегда на первом месте. Даже во время войны хлеб и косметика всегда покупались женщинами. Женщина не может не выглядеть красиво. Иначе она уже будет не женщина. Поэтому наш продукт – это самый востребованный продукт. Компания все делает за вас. Приглашай, мы продаем и помогаем продавать. Возможность строить удаленный бизнес. Есть готовая пошаговая школа. Отдельные эти знания, кстати, стоят очень дорого. Поверьте, у вас есть личный куратор. И также в этом бизнесе высокая вероятность возврата клиента. Потому что женщины использовали косметику. Также и мужчины, и дети. Все для дома. Это все расходуется. И клиент к вам однозначно возвращается. Также большой плюс – это обширная целевая аудитория. То есть, это и мамочки в декрете. Это и бизнесмены. Это и студенты. Это любые люди, которые трудятся на наемном труде. Любой человек, абсолютно любой. Не знаю по поводу президента, конечно, России, Российской Федерации. Или какой-нибудь другой страны. Но уж остальные люди, это точно могут прийти к нам в бизнес. Итак, вы выявили потребность. Вы продали бизнес. И никогда на этом не останавливайтесь. Четвертый шаг, который нужно обязательно завершить – это закрытие сделки. Это работа с возражениями. То есть, у человека останутся какие-то вопросы, возражения. Отдельно у нас есть на эту тему, естественно, обучающий вебинар, который вам нужно обязательно проработать и попрактиковать. И регистрация в проект. Вы тут же регистрируете человека. Не надо говорить ему. Ну, давай ты, может быть, подумаешь. Он может уйти, подумать и забыть. Поверьте, тут же вы предлагаете регистрацию в проект, тут же вы даете нашу обучающую школу. И тут же вы обговариваете, когда человек сможет сделать первый заказ и помогаете ему в этом. Потому что вот это ваша цель. Если этот шаг не пройден, вдруг человек отказывается, значит, мы еще раз прорабатываем предыдущие шаги. Мы думаем, в чем наша ошибка. Мы прорабатываем эти шаги. И обязательно тогда уже после практики ваше знание улучшится. Вы будете чувствовать себя увереннее. И следующая сделка пройдет намного лучше. Никогда не расстраивайтесь, если у вас не получилось закрыть сделку. Вы поймите, что вы должны обучиться. Вы не можете сразу все делать идеально. Ни в одном, ни в одной профессии, ни в одном бизнесе, ни в одном деле нельзя сделать все идеально. Поэтому это все практика. Это все время, естественно. Но вы будете постоянно-постоянно оттачивать свое мастерство. И в итоге вы станете лучшим в этом бизнесе. Итак, тема «Переговоры». Секреты рекрутинга. Как же мы можем заработать наши деньги? Мы можем зарабатывать их долго, а можем зарабатывать их быстро. Так вот, мы научим вас, как делать это быстро. Какие есть способы, которые приносят нам быстрые деньги в этом бизнесе? Их всего два. Рекрутинг онлайн, когда вы используете интернет, соцсети и так далее. И рекрутинг офлайн, когда вы идете в люди и рассказываете о бизнесе людям. Мы рекомендуем, настоятельно рекомендуем использовать два этих метода. Но вы, конечно же, сами, как предприниматели, можете выбирать то, что нравится вам. Хочу сказать вам одну прекрасную фразу, с которой начинается любой бизнес. Научись продавать один раз и будешь богат всю свою жизнь. Ведь мы продаем не обязательно какие-то товары, которые можно пощупать. Любой бизнесмен всегда что-то продает. Продает свои знания, продает свои умения. Ну и, конечно же, это может касаться и товара. Так вот, в нашем бизнесе ваша основа научиться продавать бизнес. А продавать товар – это уже второстепенно. Но запомните еще одну фразу, которая тоже поможет вам активно и плодотворно работать. Не надо продавать – начни помогать. Поверьте, если вы смотрите на человека, как на денежный кошелек, который может дать вам деньги за то, что вы ему продаете, человек это чувствует, и у него автоматически, непроизвольно становится стена, такой невидимый барьер психологический, который отталкивает его и не может никак вас сблизить. А если вы начнете от чистого сердца предлагать этот бизнес для того, чтобы помочь человеку, предлагать наш продукт для того, чтобы сделать его жизнь безопасной, и именно с этими мотивами вы будете обращаться к человеку, то это будет работать совершенно по-другому. На интуитивном уровне человек это поймет и вас услышит, и у вас будут намного лучшие результаты. Какие же четыре шага к тому, чтобы осуществить продажу бизнеса или продажу товара? Итак, первый шаг – быть вовлеченным в себя. Второй шаг – выстроить отношения, погрузиться в человека. Третий шаг – закрыть потребности, показать перспективы и возможности бизнеса. Закрытие сделки – это четвертый шаг. И регистрация в проект – это то, для чего вы сюда пришли. Ну и давайте рассмотрим эти шаги подробнее. Итак, самый первый шаг, без которого очень сложно работать – быть вовлеченным в себя. Что же это означает? Когда вы человеку что-то рассказываете, что-то хотите продать, в первую очередь, как бы это ни смешно звучало, вы продаете себя, свою экспертность, свою ценность. Человек, чтобы прийти к вам в команду, прийти к вам в бизнес, стать вашим партнером, он должен это увидеть. Если он не видит в вас ничего ценного, если вы сами себя не любите, сами себя не уважаете, сами себе не можете определить экспертность, то, поверьте, человек точно так же это увидит, отзеркалит, и он просто не пойдет к вам в бизнес. Поэтому нужно знать свою ценность, понимать, в чем вы мудры, в чем вы умны, какими знаниями вы обладаете. И все это показывать человеку. Показывать постоянно. Когда вы приглашаете его в бизнес, когда рассказываете о бизнесе каким-либо образом, все время нужно помнить, что у вас есть определенная ценность. Ее нужно будет, конечно же, выявить. В чем же вы эксперт? Следующее. Работаем над собой. Обучение, саморазвитие. Поверьте, если вы не обучаетесь, если постоянного саморазвития у вас в жизни нет, то люди к вам идти не будут. Или к вам будут идти такие же люди, которые совершенно не хотят развиваться, обучаться, а, соответственно, роста ни в бизнесе, ни в личных отношениях у вас не будет. Поэтому все это взаимосвязано. Обязательно обучайтесь каждый день. Развивайтесь. Выходите на новый уровень. И люди к вам будут приходить. Все лучше, качественнее партнеры будут у вас действительно те, которых вы достойны. Тренируемся и практикуемся. Мало того, что нужно обучаться. Нельзя никогда забывать, что на этом не заканчивается процесс, который ведет к хорошим заработкам и качественной жизни. Нужно еще тренироваться и практиковаться. Обязательно все, что вы изучаете, нужно превращать в жизнь. Пробовать и тренироваться. Так же, как и над этим вебинаром. Потом обязательно будут домашние задания и тренировка. Итак, вы узнали свою цену, вы обучаетесь, вы развиваетесь, вы рассказываете об этом людям. Люди чувствуют, что вы качественный партнер и уже согласны слушать вас дальше. Второе, нужно обязательно выстроить отношения с каждым человеком. Каким же образом это надо сделать? Погрузитесь в человека, наладьте с ним контакт. Ведь запомните еще одно прекрасное правило. Если человек согласился на встречу, не важно, где эта встреча, это живая встреча, или же эта встреча онлайн, то сделка уже имеет все шансы произойти. Запомните это на всю свою жизнь. У вас уже есть шанс. Что же означает погрузиться в человека? Ни в коем случае не манипуляция. Да, манипуляция изначально может дать результат, когда вы используете человека в корыстных целях. Но это будет краткосрочный результат. И поверьте, он в итоге всегда будет со знаком минус. Человек это в итоге почувствует, увидит и поймет, что вы его просто использовали. Нужно вовлечь человека. Вот это долгосрочный результат со знаком плюс. Именно вовлеченный в вас, в бизнес, качественно вовлеченный человек, который понимает, что вы ему действительно хотите помочь, а не заработать с него. На самом деле, заработок идет как второстепенно. Так вот, этот человек надолго останется вашим партнером. Поверьте. И будет дуплицировать вас, делать так же со своими людьми. И от этого построится хорошая, большая, дружная команда. Что же любят люди? Люди любят комплименты. Не скупитесь на комплименты. Сделайте комплимент действительно искренне. Если вы видите, что человек в чем-то вам понравился, почему бы нет? Кстати, многие задают вопрос, а как это сделать онлайн? Я же не знаю этого человека лично. Вы можете посмотреть его страничку и увидеть много плюсов. Вам понравился его пост? расскажите, как вы это чувствуете? Вам понравился человек внешний, понравился его ребенок? Расскажите ему, сделайте комплимент. Это первая такая дорожка к расположению к себе. И она положительная, со знаком плюс. Задавайте вопросы. Именно в этой части рекрутинга нужно меньше говорить, но больше слушать. Люди привыкли, что их не слушают. Так вот, покажите, что человек вам интересен, что вам интересно, чем он живет, чем он дышит, что бы он хотел в этой жизни получить. Задавайте вопросы и слушайте. И помните, у вас в голове всегда должна быть цель улучшить качество жизни этого человека. Зачеркните доллар в глазах и посмотрите, как вы можете помочь этому человеку. И соответственно от этого задавайте ему свои вопросы. Затем нам нужно выявить потребности оппонента. Мы растворяемся в человеке и слышим его потребности. Мы уже задали ему вопросы. Мы понимаем, что ему нужно. Услышьте. Например, человек вам говорит о том, что у него сейчас очень сложное финансовое состояние, и поэтому он не может что-то дать своему ребенку. Например, купить ему велосипед хороший. Так вот, вот это и есть его потребность. Стать счастливым от того, что его ребенок будет счастлив. И вы можете с помощью бизнеса удовлетворить эту потребность. Или, допустим, человек не самореализованный. Он бы хотел быть кем-то, хотел бы вести за собой людей, а в жизни у него это не получилось. Так вот, наш бизнес может это дать. Как? Расскажу дальше. Вы знаете, абсолютно у каждого человека, я хочу это подчеркнуть, у каждого есть шесть потребностей, которые в той или иной степени у каждого превалируют. И вам нужно их знать, прямо на зубок вам нужно их знать, чтобы понимать, что если вы удовлетворите эти потребности, то человек будет счастлив, вы сделаете счастливым его, и соответственно будете счастливы сами. Потому что ваш партнер будет находить именно то в этом бизнесе, что ему нужно. У кого-то одни потребности выделены ярче, у кого-то меньше, в меньшей степени. Но они есть абсолютно все, абсолютно у каждого. Итак, первая потребность, это определенность в завтрашнем дне. человек всегда хочет чувствовать стабильность, знать, что его ждет через год, через два, через три. Особенно это люди, которые уже немножечко пожили на этом свете. То есть, например, я знаю точно, что я хочу. Мне жить на пенсию, мне нужна качественная старость, чтобы я не ходила и не просила у своих детей, да, помогите мне. Например, для меня это важно, я не хочу жить на пенсию. Я хочу качественно жить, путешествовать, как это делают пенсионеры многих стран. Я хочу знать, что, если не заглядывать в такое далекое будущее, я хочу знать, что у меня будет, допустим, через год автомобиль определенной марки. Я хочу знать, что у моей семьи будет дом. Я хочу знать, что я буду путешествовать как минимум один раз в три месяца. и именно вы могли бы закрыть мою потребность этим бизнесом. Вторая потребность, которая противоречит первой потребности, но все же она существует, неопределенность. Что такое неопределенность? Это когда человек не хочет постоянно знать, что будет происходить. Он хочет какие-то сюрпризы, приключения, какие-то интересные моменты. Я, например, в этом бизнесе нашла эти интересные моменты. Начиная от того, что нам постоянно предлагают какие-то новые интересные акции, которые удивляют меня, приносят мне эмоциональный всплеск и заканчивая тем, что я никогда не знаю, на какой, например, уровень я выйду точно, определенно в этом месяце. И то есть наш бизнес дает очень много вот таких сюрпризов, приключений, и приключения также ждут меня, например, в поездках, которые я получаю от компании, и так далее, и тому подобное. Да, потребность очень ярко выражена у каждого человека. Так вот, тоже выявите, насколько сильна она в вашем оппоненте, в человеке, с которым вы общаетесь. Третья потребность – делать важное дело, помогать другим, зарабатывать, изменять качество жизни. Лозунг этой потребности «Я важен, я нужен». Вы знаете, для меня это очень важно. Я понимаю, что до этого бизнеса я, например, не жила полноценно, потому что столько слов благодарности от партнеров своих я никогда в жизни не чувствовала, вообще от людей, такого количества слов благодарности. И когда я вижу, что человек, который стал моим партнером, как поменялась его жизнь, сколько он теперь может себе позволить, как он здесь самореализовывается, я получаю огромное удовольствие. У меня эта потребность тоже очень ярко выражена. И эту потребность тоже вы можете удовлетворить для своего партнера, особенно если она у него действительно выражена достаточно ярко. Четвертая потребность – связь с коллегами, партнерами. Лозунг «Я люблю» и «Любим». И слово «Признание» – это то, что, опять же, характеризует эту потребность. Не знаю, как у вас, но у меня, например, и эта потребность очень ярко выражена, как оказалось. Может быть, в начале я этого и не знала, но сейчас я не могу, допустим, прожить день, если я с утра не пообщаюсь со своей командой, со своими партнерами, если я не услышу каких-то слов приятных от них и не выражу им свои слова любви и благодарности. признание, признание компанией, признание руководством – вот это всё, опять же, у человека очень сильно, может быть, ярко выражено. Пятое – это желание постоянно расти. Лучше одеваться, кушать, путешествовать и так далее. Тоже очень ярко выраженное желание, особенно у лидеров. Я себя, например, считаю очень амбициозным человеком, и я всё время хочу улучшать своё качество жизни. Может быть, когда-то мне было это не так важно, но сейчас очень. Путешествия для меня – это всё, например, постоянно ходить в какие-то места красивые, в рестораны, посещать новые какие-то места – это всё тоже для меня очень ярко выражено. Дать то же самое своим детям. Поэтому эту потребность нужно обязательно учесть. И шестая потребность – это отдавание. Помощь другим, исходя из собственного изобилия. Когда мы бедны финансово, мы не можем помочь другим, так же, как и когда мы бедны духовно. Но именно этот бизнес даёт рост постоянный, даёт богатство, как финансовое, так и духовное. И я, например, знаю, что на данный момент я становлюсь богаче и финансово, и духовно в этом бизнесе и помогаю другим людям, потому что могу это сделать. Я говорю про благотворительность, я и говорю про обучение других и про полезные советы. То есть я отдаю то, что приобрела со временем, отдаю другим людям. И, соответственно, получаю потом поток энергии ещё намного больше, в виде каких-то тоже благ. Поэтому так же эту потребность стоит выявить, если она у какого-то человека, она может быть очень острой. Смотрите, наш продукт, он может удовлетворить полностью потребности, все шесть потребностей этих людей. Я на своём примере показала как. Но давайте подумаем более тщательно, как это сделать. Продавать нужно не продукт, а возможности улучшить свою жизнь, здоровье, финансы, счастье в семье и так далее. Рассказать, что бизнес основан на личном потреблении и очень важную роль играет наш продукт. Это действительно так. Важно изучить аккаунт человека, немножко узнать его. Узнать, что это за человек, вам легче будет выявлять его потребности. И, конечно же, нужно ему задать вопросы. Что по продукту? Например, у вас есть дети? Если у человека есть дети, вы выясняете, допустим, каким образом вы бы хотели улучшить состояние ребёнка. Может быть, у него есть какие-то проблемы с волосами, с кожей и так далее. И с помощью нашей детской серии дать им ответ. Утолить вот эту боль, которая есть у человека, так как у его ребёнка, например, некачественный шампунь или что-то подобное, или какие-то кожные высыпания. И с помощью нашей детской серии можно удовлетворить эту потребность человека, убрать проблему. Если в случае, например, наших БАДов, витаминных комплексов, вы хотите улучшить здоровье и узнать вообще, какие моменты у человека. Может быть, у него, допустим, с волосами проблемы, опять же, можно предложить наш БАД, который улучшает эту проблему, точнее, устраняет эту проблему, улучшает состояние. По поводу бизнеса. Интересно ли вам пользоваться продуктом и тем самым улучшать финансы? То есть продуктом пользуются, и автоматически человек ещё и получает деньги за это. кроме денег много других привилегий, автопрограммы, круизы, поездки, признания и всё остальное. То есть вот такие наводящие вопросы. И обязательно нужно всегда приводить свои примеры, потому что если вы не приводите пример сюда, человек вам так не может доверять. Не забывайте это делать, приводите, пожалуйста, свои примеры. Ну и уже человек готов к тому, чтобы вы построили с ним этот бизнес-мост. Вы задали много вопросов, а теперь вам нужно говорить, говорить и говорить, а человек уже потом будет задавать постепенно свои вопросы. Пример того, как можно обратиться к человеку. А теперь я покажу тебе, как ты сможешь делать бизнес удалённо, с полного нуля, не отрываясь от своего дела. «Давай поговорим о деньгах». «Ради каких денег ты хотел бы поработать?» И человек вам отвечает на этот вопрос, вы приблизительно понимаете, на какую сумму он рассчитывает. Вы можете дать ему уже ответ на этот вопрос. Вы понимаете, да, как просчитать ему тот или иной доход. Вам, естественно, может помочь в этом спонсор. И вы просчитываете в итоге, да, через какое время он выходит на этот результат. Приблизительно можете сразу сказать, да, например, человек говорит, я хочу вот 20 тысяч. Ты знаешь, ты можешь спокойно выйти на 20 тысяч со второго-третьего месяца, так как это делают у нас в команде. У нас есть примеры, у нас есть люди. Показываете, допустим, скрины зарплат, что люди действительно зарабатывают. Вы можете сделать скрин в чате, где человек скидывает, я вот заработал на третий месяц, там, допустим, уже 30 тысяч, да, и вы говорите о том, что тут это можно сделать. Пожалуйста, будем к этому идти, будем к этому стремиться. Давай поговорим с тобой о деньгах. Ради каких денег ты бы хотел поработать? Вы услышали, ты ведь пользуешься мобильным телефоном. А как тебе идея ещё и зарабатывать на этом? И вы рассказываете о том, что вы раньше сами, допустим, играли там в игры, переписывались с друзьями на всякую ерундовую тему, да, ковырялись в новостях, в новостных лентах, никогда за это, естественно, деньги не получали. А тут процесс, в принципе, аналогичный, да, и можно получать такие хорошие деньги. Всё это вы тоже рассказываете, и свой пример приводите, и пример других людей. А теперь будут такие моменты, да, когда вы понимаете, что человек, например, не может понять, а чем хуже, допустим, линейный бизнес, чем хуже наёмный труд, смарт-бизнес, точнее смарт-бизнес, это следующий уже этап, результаты команды вам надо будет показать, основные преимущества акции и обширность целевой аудитории. То есть это все плюсы, которые вы покажете человеку, благодаря чему он всё-таки утвердится, что да, этот бизнес ему интересен. И немножечко я каждому расскажу. Вот, например, он скажет, ну, не знаю, может быть мне открыть всё-таки линейный бизнес, какой-то там, к примеру, кафешку, да, есть у него такая возможность. Вы рассказываете, смотри, во-первых, тебе нужны будут большие вложения в оборудование, в товары, да, можете даже приблизительно просчитать человеку, если уже у вас такой разговор зашёл, сколько, посмотри, сколько стоит аренда, на сколько стоит оборудование, да, на какое количество закупить товары, там, допустим, если это какой-то магазин конкретно. Работайте в жёстких временных рамках. То есть человек открыл такой бизнес, он, естественно, должен встать в 6 утра, приехать в тот магазин, там, к 8, подготовиться, в 9 он открывается и так далее. Так он будет работать очень долго, пока, допустим, всё это не устаканится и не начнутся первые доходы. Вы не можете быть мобильным, естественно, да, то есть вы привязаны к конкретному месту. Тут никуда не деться, потому что, если человек не будет присутствовать постоянно, да, у меня есть партнёр, у которого детская комната своя, и она туда ходит, присутствует там целыми днями, она не может оставить и доверить никому. И есть определённый момент усталости от этого, то есть не поехать, не отдохнуть, ничего. Понадобятся годы, чтобы окупить вложение капитала. Я знаю очень много бизнесменов, которые вкладывают и начинают получать доход через год, есть, которые через 5 лет, да, ну, то есть, а жизнь течёт, жизнь идёт. Хочется как бы жить уже сегодня, а не вкладывать и получать через какие-то годы. И неизвестно, окупится или нет, на самом деле, это тоже большой риск. Необходимо вести учёт и отчёт. То есть это бухгалтерия, это товароведение, это деньги вложены, это программы и так далее, и тому подобное. Наемный труд, да, ты ходишь, зарабатываешь стабильную зарплату и исполняешь чужую мечту. На самом деле, да, кто-то на тебя нанял, чтобы стать богаче, чтобы заработать себе на ту же пенсию, а ты исполняешь эту мечту человека и получаешь этот целый, ну, можно сказать, что две трети твоей жизни проходят на исполнение чужой мечты. Цели ставят тебе другие люди. То есть ты не можешь свою цель и мечту осуществить. За тебя это делают другие люди. Они тобой, ну, грубо говоря, не то что манипулируют, да, манипуляция, это идёт вынужденная, но они говорят, и ты делаешь то, что тебе говорят. По-другому быть здесь не может. Ты должен присутствовать на работе, даже когда работы нет. То есть твоё время тратится очень зачастую попуст. Ты не реализуешь собственные цели. И вот это, конечно, очень печально, потому что твоя жизнь проходит бесцельно. А если у человека нет какой-то цели, которую он действительно понимает, что он может добиться, самореализоваться, как в этом бизнесе, я действительно поставила себе цель 1 миллион евро, который даёт наша компания. И я знаю, что я к этому приду, если я буду трудиться, но я приду к миллиону, а не приду к пенсии в 10 тысяч. Ты приносишь пользу начальнику, а уже он приносит пользу клиенту. То есть эта потребность тоже не удовлетворена быть полезным людям на самом деле, потому что это начальник даёт клиенту пользу, даёт пользу от продукта и так далее. Ты являешься лишь инструментом. Твой источник дохода – один человек. Если у вас с ним испортится отношение, дохода не будет. То есть мы должны тупо повиноваться тому, что говорит твой директор, твой хозяин. И зачастую директора и хозяева этим манипулируют очень жёстко. И уже перестают даже по-человечески относиться. Ты не используешь время своей жизни на максимум. Конечно, потому что ты его тратишь на такую вот работу. Ты не управляешь собственным графиком однозначно, и тебя окружают такие же люди. Наш бизнес можно назвать смарт-бизнесом. Ну, здесь ты можешь вместить несколько видов бизнеса. Например, первое – это традиционный. Когда ты просто закупаешь у компании товар, ставишь наценку 50% и перепродаешь. Кто-то занимается этим бизнесом у нас и зарабатывает здесь и сейчас быстрые деньги. Хорошая торговая наценка. Экомагазины, склады – более 100% прибыли. Есть у нас отдельный вебинар по экомагазинам, в котором вы можете узнать подробнее. Это уже линейный бизнес, который, пожалуйста, нашей компании тоже можно применять. Это вторая уже возможность. И третья возможность, которую, я считаю, нужно ставить в приоритете – это выстраивание дилерской сети. В чем же огромный плюс? Вот смотрите, у нас в сутках 24 часа. Из них 6 мы используем на бизнес. То есть ты один можешь использовать только 6 часов. Когда ты строишь команду из 10 человек, то ты увеличиваешь результат до 60 часов. То есть смысл этого бизнеса – ты используешь не только 100% своих усилий, а 100% усилий других людей, равное, распределенно. У тебя команда, и вы все вместе зарабатываете эти деньги. То есть даже если у тебя случаются временные трудности, ты не можешь тратить эти 6 часов на бизнес. Команда твоя все равно работает, и все равно идут хорошие результаты, и тебе это приносит, естественно, прибыль. И твоим партнерам. Это классный бизнес. И давайте еще обязательно расскажем людям о 16 преимуществ нашего проекта. Итак, первое. Сам управляешь графиком жизни и приоритетами. Цели жизни и методы достижения сам выбираешь. Основная часть активной части трудового дня проходит в кругу единомышленников и семьи. И зависимость, и индивидуальность. Это твой конек. Свободное распоряжение времени. Вести бизнес можно с любой точки мира. Источники дохода множественные. Я вам показывала, сколько источников дохода. Что естественно надежнее. Больше свободного времени, образования, личностный рост. Бизнес в кармане. То есть можно телефон носить с собой, заниматься этим бизнесом. Востребованный продукт. Запомните, для женщин косметика всегда на первом месте. Даже во время войны хлеб и косметика всегда покупались женщинами. Женщина не может не выглядеть красивой. Иначе она уже будет не женщина. Поэтому наш продукт – это самый востребованный продукт. Компания все делает за вас. Приглашай. Мы продаем и помогаем продавать. Возможность строить удаленный бизнес. Есть готовая пошаговая школа. Отдельно эти знания, кстати, стоят очень дорого. Поверьте. У вас есть личный куратор. И также в этом бизнесе высокая вероятность возврата клиента. Потому что женщины использовали косметику. Также и мужчины, и дети. Все для дома. Это все расходуется. И клиент к вам однозначно возвращается. Также большой плюс – это обширная целевая аудитория. То есть это и мамочки в декрете. Это и бизнесмены. Это и студенты. Это любые люди, которые трудятся на наемном труде. Любой человек, абсолютно любой. Не знаю по поводу президента, конечно, России, Российской Федерации. Или какой-нибудь другой страны. Но уж остальные люди – это точно могут прийти к нам в бизнес. Итак, вы выявили потребность. Вы продали бизнес. И никогда на этом не останавливайтесь. Четвертый шаг, который нужно обязательно завершить – это закрытие сделки. Это работа с возражениями. То есть у человека останутся какие-то вопросы, возражения. Отдельно у нас есть на эту тему, естественно, обучающий вебинар, который вам нужно обязательно проработать и попрактиковать. И регистрация в проект. Вы тут же регистрируете человека. Не надо говорить ему. Ну, давай ты, может быть, подумаешь. Он может уйти подумать и забыть. Поверьте, тут же вы предлагаете регистрацию в проект, тут же вы даете нашу обучающую школу. И тут же вы обговариваете, когда человек сможет сделать первый заказ и помогаете ему в этом. Потому что вот это ваша цель. Если этот шаг не пройден, вдруг человек отказывается, значит мы еще раз прорабатываем предыдущие шаги. Мы думаем, в чем наша ошибка. Мы прорабатываем эти шаги и обязательно тогда уже после практики ваше знание улучшится. Вы будете чувствовать себя увереннее и следующая сделка пройдет намного лучше. Никогда не расстраивайтесь, если у вас не получилось закрыть сделку. Вы поймите, что вы должны обучиться. Вы не можете сразу все делать идеально. Ни в одном, ни в одной профессии, ни в одном бизнесе, ни в одном деле нельзя сделать все идеально. Поэтому это все практика. Это все время, естественно. Но вы будете постоянно, постоянно оттачивать свое мастерство. И в итоге вы станете лучшим в этом бизнесе. Я была рада рассказать вам про правила переговоров. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не пропустите следующее видео. Для этого нажмите на звоночек под этим видео. И следующее видео будет тоже очень нужным и очень крутым. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.